Я так назову, Паш. Знаете, когда в этом макро-школу фотографии российской, она существует, конечно. Есть во многих странах, есть выделенные такие. Финская школа, венгерская существуют. В нашей, безусловно, макро на одной из единующих позиций по своей значимости. И вот когда все это дело начиналось, я лично начинаю там 17 лет назад или сколько, когда я сегодня рассказывал про историю, а вот историю, в которой можно увидеть, я научился у Паши Рогзуновича, потому что тогда он уже писал свои бесконечно интересные записки из, как это было, записки Макрощника, они ничего не стоят, не тайны тревучих поля. Мне тогда оказалось это совершенно невероятно, как это можно сделать, как это живое человеку, с которым можно встретиться, как это можно сделать. Я уже так буду продолжать тему истории, Паши связанные. Мы его знаем все тогда, и сейчас мы все знаем. И молодежь возникает, и мы ее напоминаем. Значит, Паши связанные истории интереснейшие. Он на первой золотой черепахе, если кто-то знает, есть такой великий конкурс, когда он был первым, это было тоже суперсобытие, он тогда был уже взрослым человеком, и получил заслуженный приз, ты помнишь, что там на тебя висел? Ну, конечно, да, ну, конечно, да, ну, конечно. Так ему вручили, как подвином юного дарования. В чем же оказалось, он вдруг оказался? Ну, он не душой, конечно. Да право, потому что он сфотографировал тогда картинку камеры, которая считалась, что вот эта компетская такая. Ну, просто получил, конечно, свою медиаль. И рассказал, что в следующий раз, как юное дарование должно включить более достойный техник. Пригонилось хоть к этому? Пригонилось хоть к этому, представляете? Сейчас на телефоне же есть, если честно. Хорошо. Передаю слово тайне древучих полян Павла Позумовича. Так, позвать сюда всех мокрушников, только что были. Сейчас не забуду, я не успею сперутся. Ну-ка, займите место. Екатерина Миляхера. Екатерина Миляхера, прошу занять место в зале. Если плана и понятно, почему отвлекают в окружниках. Все, как раз подряд не включилась. Вот, если левочка. Если нужно, не скажите, здесь. Да-да-да, я понял. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Ну и вторая часть, это те выставки, в которых мы принимаем участие. Это Дом 2011-2012. Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 по челюсти сытого муравья и начинает проглаживать его гусиками. Одна порция сытого муравья распределяется в муравейнике через 20 часов между статей и более жителями муравейнике. Что делает пля? Сразу на родительство. Она прокалывает своим хоботком лист или ветку. И начинает сосать сок. Сзади у нее она выделяет капельку сладкого сиропа, которым и лакомится муравьина. Этот питательный сироп так и прозвали муравьином молочком. Причем только черные садовы и муравьины за сезон собирают порядка 5 литров этого сладкого сиропа. Более 50% еды у рыжего лесного муравья составляет этот сироп. А у черного садового и тару больше целых 90%. Естественно, без него они вряд ли смогли его поражить. Еще один вид муравьев – это мирник. Кстати, мирникология, наукоизучающая муравьев, получала название именно одни же. Вот тоже пастухи, пасущие своих коров в клуб. Удалось нам как-то отыскать недалеко от природского террасного заповедника европейского древоточки. Это очень редкий у нас в Подмостоне муравей, поскольку у нас проходит его северо-восточная граница. В Европе он обычен, у нас очень это редко. Причем довольно крупный, сильный такой титан муравей. Самки достигают 20 миллионов. Еще один древоточец уже другого вида, вот, который набрал дорогу древоточек. Вообще, в Подмосковье можно встретить более 40 видов муравьев. Крылатые муравьев. Это уже полувозревые самки и самцы. Дело в том, что где-то в середине июня в Подмосковье начинается массовый вылет муравьев для создания новых отводков муравейника. Самцы живут один-два дня. Самки же оплодотворены уже в полете, могут основать новые муравейни и живут несколько лет, развивая новый муравейник. И причем в каждом муравейнике обычно рождаются либо санкции, либо санкции. Встречаются они уже в полете для того, причем это происходит для того, чтобы не было близкородственных связей. Субтитры создавал DimaTorzok